Приветствую вас во второй части выпуска про систему укрепления фасадов компании Альтопрофиль. В этой части мы поговорим о способах установки нашей системы крепления и ее преимуществах при монтаже. А более подробно разобраться в этом вопросе нам поможет специалист по продукции Даниил. Привет, Данил. Привет, Николай. Данил, расскажи, пожалуйста, какие преимущества имеет наша система крепления. Что касается преимуществ, то здесь одним из самых важных является то, что она сделана из пластика. Что это нам говорит? Первый момент. Она не горючая, то есть она не горит. Если мы сравниваем с деревом, то дерево прям полыхает как нужно. Здесь же она просто плавится, просто стекает, не поддерживает огонь. В этом большой плюс. Помимо этого, в сравнении с металлом и деревом пластиковая обрешетка не будет гнить и подвергаться коррозии. Соответственно, более долговечно. Сбоку профилей вы можете увидеть отверстия. Они необходимы как для монтажа, так и для создания более интенсивного потока воздуха. Так как у нас фасады с вами вентилируемые, как раз они дают этому воздуху больше пространства. За счет этого фасад более сухой. Я знаю, что есть несколько способов установки нашей системы крепления. Расскажи, пожалуйста, о них поподробнее. Профили монтируются тремя разными способами. И самый простой, самый дешевый и самый быстрый способ это установка профиля на саморез в ровную поверхность. Когда мы устанавливаем профили на дом, облицованный или сип панелями или уэсби. Здесь уже как кому нравится. Но здесь самым основным в этом способом монтажа является то, что сами стены должны быть ровные, чтобы и профили ровно прилегали к стене. Второй способ, он более привычен для большинства монтажников, так как профили устанавливаются на подвесы. На подвесы также устанавливается альтернативная обрешетка из металла и дерева. Также мы можем на эти самые подвесы установить и наши профили. Для этого нам понадобится монтажная накладка, ну и сам подвес. Третий способ подходит для зданий, у которых уже сильно обветшал фасад и где уже нельзя сделать, очень трудно установить ровно сами профили. И здесь нам помогут шпильки, потому что за счет их конфигурации мы можем выровнять профили в зависимости от того, как мы их установили горизонтально и вертикально, именно так, как нам необходимо. Есть два способа установки профилей на шпильки. С утеплением и без утепления. Соответственно, длина шпильки у этих способов разная. Данила, а какие есть преимущества при монтаже у нашей системы крепления? Николай, скажу честно, для меня профили из пластика намного удобнее в монтаже. Потому что, если мы сравниваем с деревом или металлом, то там профили, они трехметровые в основном. А профили из пластика, они чуть меньше полутора метров. Для меня одному монтировать это намного проще, быстрее и удобнее. Еще момент, они легче. Помимо этого, каждый профиль имеет так называемые ребра жесткости. Они препятствуют прогибанию самого материала. Это очень важные факторы на таких панелях сайдинга, как блок-хаус. Однопереломный, двухпереломный. Помимо этого, вы можете увидеть, что у каждого профиля есть крепежное отверстие. Я имею в виду для крепления самого материала. И нам не нужно думать, натянули мы материал или нет. Нам не нужно думать, как сильно мы закрутили саморез. Потому что там все это уже учтено. Это также ускоряет монтаж и делает его простым и удобным. Но даже если мы ошибемся, где-то в креплениях или в монтаже самого материала, в решетке, так как она полимерная, есть определенный коэффициент расширения, как вы знаете, как у самого материала. И эти коэффициенты, они похожи, они идентичны. Поэтому риски введения материала или какой-то его деформации сводятся почти к нулю. И на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Спасибо за помощь, Данил. Зови еще, Николай. Всего хорошего и до скорых встреч в новых выпусках.